линейная перспектива сегодня мы будем с вами рисовать пейзаж с линейной перспективой наверное каждый из вас хоть раз был на море но если не был то видел картинки когда мы лежим на пляже то море становится очень мало небо очень много а когда мы находимся когда мы встаем на сада увеличивается море а небо уменьшается так вот там где соединяется море с небом эта линия горизонта и это не значит что там что-то изменилось вот допустим эти облачка вот наш пляж вот а там море ничего не изменилось просто наши глазки они поменяли свое местоположение и вот там где линия горизонта это и есть глазки которые смотрят на этот линии горизонта как же нам нарисовать улицу там мы можем поставить любую точку наш . поставили и к ней равномерно будем нести все углы так можно нарисовать город пейзаж и все остальное ну вот допустим это наш будет город значит города есть помогательные линии все уходит вот сюда в точку первый дом будет у нас большой будем многоэтажно рисовать линии которые вот я сейчас рисую они должны быть параллельны вот этим а эти линии подчиняться ритму нашему и так первый домик готов рисуем второй домик и опять наш домик лишнее мы можем сразу вытереть чтобы вы понимали примерно вот он наш домик вот у нас первый домик вот второе в линейной перспективе рисование с каждым разом мало того что уменьшается в одну точку так еще и здесь тоже есть определенное уменьшение и так можно сюда вот эти вести домики эти дальше и дальше но с этой стороны мы тоже нарисуем но постараемся нарисовать домики разного величины как это сделать вот у нас допустим вот этот второй домик будет поменьше мы для него рисуем вот такую линию здесь постепенно увеличивается сюда уменьшается вот этого длина и тогда мы его отмеряем а следующий нарисуем такой же большой как предыдущий об и допустим вот здесь он будет заканчиваться все сначала рисуем карандашом и лишь потом мы будем увеличивать или уменьшать допустим это с вами у нас дорога а ну хотелось бы наверное тротуар для тротуара рисую вспомогательной линии можно пользоваться линейкой и вот наш татуар здесь постепенно уменьшается вот это расстояние а я рисую все для вас довольно четко смотрите это сюда уменьшалась вот наш тротуар готов давайте с этой стороны тоже нарисуем для него тоненькую линию сюда постепенно увеличивается вот эта линия об она параллельно вот этой линии дальше идем работу и сюда таким образом мы можем нарисовать абсолютно любой пейзаж ну пусть будет туда в центр это будет наша дорога если уж сильно заморочиться можно там еще тоже перспективы построить для неба для всего остального нарисуем горы почему-то хочется мне горы и вот допустим облачка теперь а как мы можем нарисовать окна так чтобы они были одинаковые рисуем для них все в точку уходит и для нижних тоже нарисуем все уходит в одну точку линию . схода и теперь начинаем вырисовывать наши окна здесь и здесь стараемся одинаково делать ну вот у меня по два вместилась и вот этим линиям подчиняется и так до самых маленьких домиков и сюда тоже то есть образно говоря наш с вами домик подчиняется вот этой линии здесь я условно чтобы вы не потерялись в этих картинках моих линиях а вот наше окно также в окне можно нарисовать раму подобным образом добавив дополнительные линии например вот так и постепенно должно уходить вот туда вот она рама и она четко по перспективе правильное смотрим ну это если надо также можно здесь провести если в окне какие-то переходы есть можно так сделать когда мы нарисовали основу карандашную дальше мы можем продолжить любым материалом которые вы выбрали но это могут быть и фломастеры и маркеры и гуаши акварель главное то что мы построили с вами вот они наши есть можно людей добавить они также будут уменьшаться постепенно и так далее вот допустим первый вариант такой второй вариант давайте нарисуем наверное что там с пейзажами да с древьями допустим опять ставим точку где нам бы хотелось бы и вот сюда вот ведем сюда в точку уходит туда это мы с вами у нас первые уроки дальше мы будем изучать еще перспективу будем чуть посложнее но на данный момент давайте вот так и вот деревья будут у нас идти вот так значит ствол и какой формы вам бы хотелось дерево но здесь может быть дорожка дорожки может быть раз туда два туда тротуар опять же может быть просто дорога вот так линия горизонта у нас здесь можно добавить горы и как будто все упирается тоже в горы вот такая еще перспектива может быть можно изменять точку зрения то есть если мы нарисуем вот так точку то наша линия будет уходить вот сюда то есть те же самые дома первый домик второй домик третий домик четвертый домик здесь вот для окон обязательно нарисовать линию и здесь тоже может быть домик вот она кошечка конечно таких деталей можно делать и тысячи и от этого ваша картинка не пострадает а наоборот будет такая более реалистичная ну надеюсь было понятно как работа с линейной перспективы и как рисовать домики и вот наша . туда уходит очень задета так по центру будет идти линия все ваша задача нарисовать любой пейзаж сначала карандашом выбрать точку к ней провести линии здесь расходится внутрь сходятся а затем взять гуашь лучше покамить гуашь и начать работу с краской когда вы работаете с краской вы сначала заполняете самый дальний план потом еще чуть ближе к нам потом еще ближе потом поле данном случае потом деревья потом только дорога вот когда у нас такой городской пейзаж небо облака горы дома вот эта часть для прогулок вот здесь красим и потом дорога красится и потом если вы работаете гуашью кстати можно и сразу нарисовать какую-нибудь машину интересно вот эти фары пусть они говорят там ну форму можно посмотреть машины тоже можно строить по этим линиям но это уж слишком сложно для начала выполнить вот такой пейзаж показываю вам картинки из интернета я их скачала мне кажется они наиболее точно показывают то что я от вас хочу в карандаше начинаем присылаем мне в карандаше готовый вариант и только после этого начинаем цветом всем всего хорошего